Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Чупрова Айталина, я учен с 7 класса Майинского лицея имени Ивана Гавриевича Тимофеева. Тема моего проекта «Балаган. Традиционное старинное жилище Якутов». Цель – изучение традиционного старинного жилища Якутов. Это постановленные задачи в ходе работы. Практическая значимость – изучение и предание традиций, строение балагана, создание макеты балаган для показа и обучения. Балаган относится к типу стационарного каркасного жилища. Четырогольное жилище возводилось довольно быстро из наклонных жильей или тонких бревен. Центральной деталью интерьера балагана была якутская печь – кумель-окох. Якуты обращают большое внимание на форму и наружность своих кумельков. Простейшей являлась обмазанная печь – собак-окох, и печей была глинобитная семи-окох. В якутском жилище женской половинкой считается северная сторона левой, а мужской – южная, правая. Правая и левая половина балагана определяются северным обозначением, который охарактеризован социальным кодом. Так, правая и белая половина – это лучшая часть жилища, где находились дежанки, олог. Левая и черная – это предназначение для самых уничтоженных домочаций и работников. Я провела анкету-опрос, всего приняли участие 30 учащихся. Интересуетесь ли вы традицией народа Саха? 19 учащихся интересуются, 5 не вполне и 6 не очень. Национальная культура зависит от знаний и традиций своего народа. Нужно донести с младших классов. В ходе работы я затруднялась в некоторых словах и решила составить словарь. Национальная культура зависит от знаний. Построили балаган с лидно и с хлебом. Это было задумано для экономии дров. Еще мы с папой сделали вот такие вот орудия труда. Это коса, которую использовали для приезда русских. И грабли, и вилла. Заключение. В последнее время в деревнях и поселках на своих усадьбах строят якутский балаган. Я выяснила, что в Якутии сохраняются национальные традиции прошлого. Якутский народ не утратил культурные традиции своих предков, но достойно развивает их в новых формах. Исследуя историю якутского жилища, я поняла, что заниматься исследованием истории своего родного края это интересно, полезно и актуально. Я поняла, что каждый человек должен не просто любить свою родину, но и знать ее истории и прошлое. Народные традиции предков открывают перспективу свободы настоящим и будущим на основе прошлого. Спасибо за внимание.